Вместо мирового правительства я бы использовал термин «мировой порядок». То есть, фактически, понятно, что каждая власть, американская, немецкая, французская, каждая власть эгоистична, она действует в интересах собственной страны. В этом смысле как раз Путин им непонятен, потому что он контрпродуктивен. Он фактически, в отличие от них, действует не в интересах России. По крайней мере, сегодняшней России. Но существует вот этот мировой порядок. То есть, в этой эгоистичной борьбе этих правительств есть рамки. Это мировой порядок. Это законы международные, договоренности. Это институты, ООН, ЦАБЕС, и так далее, и так далее. Это какие-то процедуры. Ну вот, например, с Боингом ситуация. Понятно, что это трагедия. Большинству людей понятно, что это случайная трагедия. Но это не первая трагедия, которая происходит конкретно с самолетами за время существования самолетов. Но вот такой практики, как бы играть в отказ, обманывать, прятать следы, такого нет. То есть, существует мировой порядок. И нарушение этого мирового порядка действительно превращает всех остальных вот в это мировое правительство, которое против России. Оно не против России. Оно на самом деле против нарушителя мирового порядка. И этот мировой порядок меняется, но не таким способом. Другим способом он меняется. Ну, как Ялтинская конференция. Ялтинская конференция – это хороший пример, когда мировой порядок поменялся. И в рамках этого, как бы, договорено, что там никакой аннексии больше не может быть. Иначе опять есть угроза войны. Именно поэтому все восстают против того, кто этот мировой порядок нарушает. Никого, по большому счету, не интересует судьба Крыма. Кроме России и Украины. Всех интересует процедура. Эта процедура опасна тем, что вслед за этим может наступить, там, я не знаю, как бы, Третья мировая война и так далее, и так далее. То есть, мне именно поэтому кажется, что очень важно использовать термин не мировое правительство, а мировой, как бы, порядок. Даже, я бы так сказал, даже сторонникам, как бы, путинской власти лучше так действовать, тогда они, может быть, будут приходить к каким-то более адекватным выводам. Вот. Значит, что касается Россию назначили, ну, здесь надо иметь в виду, что очень скоро кончатся выборы президента США, и вот это назначили, у этого не будет заказчика. То есть, сегодня очевидная ситуация, что все то, что происходит, это происходит на фоне предвыборной кампании в Америке, и так как, в отличие от России, там реальная борьба и реальные ставки, то, и, соответственно, вокруг происходят какие-то реальные процессы. Но даже если после того, как это пройдет, вот это наследие, оно никуда, как бы, не денется. Да, там ситуация с Сирией, она никуда не денется, она не растворится. И здесь надо сказать, что, конечно же, Путин просто глупее гораздо своих противников, кроме всего прочего. Заметьте, что мировое сообщество не связало себя ни с одной политической силой в Сирии. То есть, нет ни одной оппозиционной группировки, которую, если нужно будет, в случае чего они не готовы сдать для того, чтобы там установить свой мировой порядок. А Путин себя привязал к осаду, и теперь он заложник осада. Осад может завтра вести себя как живодер. Он спокойно может использовать там химическое оружие. А мы уже не можем. То есть, Россия уже не может поменять клиентелу, да, забыть его. То есть, здесь, конечно, очень серьезно, как мне кажется. Россия в Сирии попала в очень тяжелую ситуацию, и, видимо, видимо, ну, не менее тяжелую, чем с Украиной. Вот, хотя формально пока еще в Сирии вот этот, так называемый, порядок, он не нарушен. То есть, вот. И, ну, вот. Это именно тот как раз случай, когда мы можем или должны критиковать не столько, как бы, нашу власть не столько за то, что она там ставит неправильные себе цели, сколько за то, что она просто собственные же цели очень плохо реализует. То есть, она контрпродуктивна. Вот. И, ну, это, то есть, это медицинский факт. Вот.